На прошедшем праздновании юбилея района иерусалинцев познакомили с активно развивающимся направлением – дронрейсинг. Его представляли приглашенные гости, которые не первый год увлекаются данной дисциплиной. И стоит отметить, что эта забава пришлась по вкусу многим. Уже 13 сентября на центральной площади для Иерусалинской ребятни состоялся первый мастер-класс, который должен положить начало новому направлению – внешкольного образования. На занятиях побывала и наша съемочная группа. Первый мастер-класс, на котором жители Ярсаль в подробной форме познакомились с технологией беспилотных летательных аппаратов, состоялся 13 сентября на центральной площади. Его проводили студенты Сколковского института науки и технологий Валерий Серпева и Ярослав Насонов. Могут не знакомить учащихся с пилотируемыми дронами и с автономными дронами. То есть, где дроны, на которых можно научиться пилотировать и управлять им в научном режиме, и задать какую-то программу на полет, например, по трём точкам. То есть, он полетел на высоту один метр, переместился там по координатам, пролетело счётом несколько метров, сделал какое-то движение и приземлился. Вот. То есть, мы будем показывать, что дроны не только можно управлять ручную, но можно задать им программу. И они сделают эту программу без участия человека. Они собрали обширную аудиторию из школьников, которые проявили огромный интерес к квадрокоптерам. Кому-то было интересно просто научиться пилотированию, а некоторые проявили более глубокий интерес. Этот мастер-класс открывал трёхдневную серию занятий, где все заинтересовавшиеся могли узнать о дронах много нового. На самом деле, вот прямо сейчас творится будущее. У нас проходит мастер-класс по управлению беспилотными летательными аппаратами. Мастер-класс переходит, он не однодневный, не разовый. Он будет длиться несколько дней и проходить в режиме погружения. Что это значит? Это значит, что ребята, которые выбрали, которые увлеклись этим делом, смогут получить действительно рабочие навыки. Первое серьёзное занятие состоялось в понедельник, 14 сентября. Все, кто записался на мастер-класс, разделили на несколько групп – старшую и младшую. Сама по себе программа обучения у обеих групп не отличалась. Разница была только в уровне сложности. Основной частью было программирование полётов. Младших ребят учили программировать максимально простые циклы, такие как взлёт, полёт, смена траекторий, посадка. Нас учат, как запрограммировать его, чтобы он делал движения по команде. То есть, например, взлёт, потом вперёд, например, 2 метра, чтобы потом вправо, налево, чтобы он делал разные движения, и чтобы он мог менять свои светодиоды. Несмотря на юный возраст, ребята не испытывали особых трудностей в освоении программы. Дроны выполняли все команды, прописанные в них. Конечно, не походилось и без ошибок, но они быстро исправлялись. Для старшей группы была подготовлена более сложная программа. Планируем сейчас запустить несколько миссий, симуляции миссий, когда летят трое дронов и выполняют задачу. Например, сканируют поверхность или занимаются поиском объектов, либо чем-то ещё. Стоит отметить, что на мастер-классы записались и те, кто уже знаком с темой беспилотных летательных аппаратов. Иван впервые познакомился с этим направлением несколько лет назад на ассамблее юных изобретателей в городе Надым. Несмотря на то, что он не первый год увлекается квадрокоптерами, на этих занятиях он узнал немало нового. Занятие очень познавательное, потому что ты узнаешь что-то новое, и одновременно радостно тебе, потому что у тебя получается запустить этот дрон, как бы все эмоции тебя переполняют. На этих занятиях научились новому не только школьники, но и педагоги центра внешкольной работы. Для них это важно и тем, что в ближайшее время в районном центре планируется открыть свою школу дрон-рейсинга, где и арсалинские ребята продолжат обучаться работе с беспилотными летательными аппаратами. Мы очень рады, что к нам приехали специалисты. Проводятся интенсивы не только для детей, но и заодно наши педагоги работают с ними в связке и также, соответственно, перенимают определенный опыт. Потому что прежде чем научить, конечно, надо научиться самому. Сейчас дроны – это не просто игрушка. Это полноценный рабочий инструмент, применяемый в большом количестве профессий. Освоение этой технологии однозначно даст не просто знания, а билет в будущее. Василий Крылов, Иосиф Щелоков, Виктор Утробин, Ямальское телевидение, Ярсове.